добрый день дорогие стрельцы это будет гороскоп для вас на 2019 год вначале мы поговорим об общем гороскопе затем будет уточнение по декадам но и в конце будет любовный гороскоп итак дорогие стрельцы я хочу вас поздравить вы будете счастливчиками в 2019 году и за это вам конечно же нужно благодарить вашего управителя юпитер и в 2019 году у вас просто не будет шансов на ошибки каждый день будет приносить вам какие-то новые возможности и поэтому вы должны поспешить и воспользоваться ими и конечно же не пропустить дары юпитера и так юпитер 2019 году будет находиться в вашем первом доме в вашем знаке это область личности ваша область личности и этот дом включает все все о вас это ваш внешний вид ваш характер таланты привычки состояние здоровья и в целом судьба и вот когда юпитер находится в первом доме он может изменить вас дорогие стрельцы многие из вас в течение этого года станут выглядеть и солиднее и внушительнее величественнее возможно даже казаться выше ростом а еще более возможно что многие из вас прибавят немножко в весе потому что юпитер планета расширения он все расширяет и у вас дорогие стрельцы это будет еще более заметно потому что юпитер является вашим управителем так что тут он будет находиться у себя дома в положительную сторону изменится ваш характер дорогие стрельцы многие из вас станут более спокойными доброжелательными ну и время от время конечно же вы можете совершать в этом году какие-то широкие жесты например действовать по велению сердца или от души юпитер в последний раз находился в вашем первом доме 12 лет назад и этот год дорогие стрельцы можно считать одним из самых удачливых за 12 лет для вас также вы можете вспомнить что происходило с вами 12 лет назад вашей жизни тогда юпитер находился именно в вашем первом доме в таком же положении что-то похожее сейчас может происходить с вами также дорогие стрельцы и юпитер конечно же подарит вам в этом году прекрасные возможности для того чтобы вы развивались и если вы сумеете ими воспользоваться и воспользуетесь ими правильно то у вас обязательно начнется новая счастливая полоса в вашей жизни дорогие стрельцы поэтому для вас очень важно не пропустить эти возможности многие из вас в этом году могут заняться собственным бизнесом или как-то по-другому значительно продвинуться по своей карьерной лестнице кто-то возможно может получить хорошую должность с высоким окладом 2019 году и в конце года в декабре 3 декабря 2019 юпитер перейдет ваш дом денег дорогие стрельцы и тогда ваши финансы тоже начнут увеличиваться в течение года и возрастут многократно если вы до этого страдали какими-то от каких-то хронических заболеваний дорогие стрельцы то в 2019 году именно благодаря энергии юпитера вы сможете благополучно излечиться или получить длительный период ремиссии на время которого вы сможете почти полностью забыть о своей болезни ну а если вы одиноки то вы можете влюбиться этой весной и это может произойти до 7 марта не пропустите мимо эти возможности дорогие стрельцы и используйте возможности которые дарит вам юпитер правильно строгий кармический учитель сатурн будет в 2019 году в вашем втором доме гостить и второй дом это дом денег он включает себя все что связано с финансовым положением и даже когда сатурн не обременен никакими негативными аспектами и не является пораженным то все равно присутствие сатурна во втором доме когда сатурн втором доме всегда создает много проблем и возможно что вам придется решать также немало проблем которые будут связаны с вашими финансами в этом году и это не будет легко так как возможности заработка под сатурном всегда уменьшаются и здесь вся надежда на юпитер дорогие мои который может помочь вам в этом году в сфере работы и рабочего процесса также в этом году у вас начинаются важные изменения вот теперь сама жизнь может освободить вас от надоевшей работы и предоставить вам новые возможности но потребуется многое изменить в себе дорогие стрельцы и смело принять новые условия если вы привыкли держаться за комфорт за стабильность если вы боитесь что-то менять в своей жизни то они просто будут выбиты из под ваших ног но взамен вы получите совершенно неординарные предложения дорогие стрельцы не бойтесь ничего и вы можете найти новые способы для заработка всегда неожиданный в сне предсказуемый уран в 2019 году будет находиться в вашем шестом доме шестой дом это дом работы дом здоровья здесь собрана вся информация о вашем здоровье о заболеваниях также работе об отношении с коллегами с начальством и повседневных делах и о ваших домашних животных дорогие стрельцы и в 2019 году при воздействии урана многие стрельцы могут внезапно без долгих раздумий сменить работу или даже сменить профессию и возможно что эта профессия или эта работа она давно уже не перестала вас удовлетворять но вот вы все время не решались по каким-то причинам поменять ее или же под влиянием урана просто жизненные обстоятельства могут сложиться таким образом что вы будете вынуждены это сделать сейчас например это может быть сокращение штатов в вашей фирме или полная ликвидация ее или просто вы можете переменить место жительства и будете вынуждены поменять работу однако также перемены в этой области в области работы могут носить совсем другой характер для вас кто-то из вас может неожиданно для себя получить должность о которой вы давно мечтали и теперь вы получите значительную свободу большую свободу при поддержке урана для кого-то это может произойти смена вашего руководства на том предприятии где вы работаете и вот новое руководство начнет внедрять совсем какие-то новые методы в общем вариантов здесь может быть много и для всех вас они могут быть разные но объединять конечно будет одно такие перемены при уране они всегда бывают неожиданными вот именно к этому вам и нужно готовиться в 2019 году кто-то из вас дорогие стрельцы могут принять происходящее с энтузиазмом а вот другим наоборот все будет не нравится но с высшими силами спорить бесполезно и в любом случае вам придется их принять и смириться кроме того перемены которые происходят под ураном они всегда почти помогают нам обнаружить в себе новые таланты новые способности новые пути о которых дорогие стрельцы вы возможно до этого даже не подозревали и неожиданностей следует ожидать конечно же и в области здоровья поскольку здесь уран у вас будет находиться в шестом доме и они тоже могут быть разные кто-то из вас полностью может излечиться и неожиданно поскольку излечиться от каких-то старых заболеваний ну а у кого-то напротив может развиться какая-то неожиданная болезнь в этом году и такая болезнь она может быть при уране связана с каким-то нездоровым образом вашей жизни которые вы ведете или с вредными привычками но также для кого-то это могут быть тяжелые условия работы ну а чудесные выздоровления в этом году они могут оказаться возможны при использовании каких-то новейших технологий ведь это уран и конечно поддержки юпитера в этом году очевидно что в 2019 году многие стрельцы тоже сами начнут интересоваться всем что связано со здоровьем кто-то будет старательно изучать в интернете информацию и еще один момент те стрельцы которые до этого изучали эзотерику а в частности астрологию в 2019 году вы можете перейти и начать практическую деятельность загадочный нептун в 2019 году будет находиться в вашем четвертом доме извините четвертый дом он содержит в себе информацию о нашем доме о домашнем очаге о местожительстве и об отношениях с родителями и вот когда нептун находится в четвертом доме нептун наделяет нас повышенной сентиментальностью по отношению к тем вопросам которые связаны с местом где вы родились это воспоминание о детстве или о юности или о родительском доме и многие из вас часто в 2019 году будут испытывать похожее чувство чувство похоже на ностальгию одних будет постоянно тянуть в родные места ну а кому-то будет казаться что вся ваша лучшая часть жизнь осталась безвозвратным прошлом а впереди вас уже не ожидает ничего хорошего может быть что впервые в 2019 году вы дорогие стрельцы почувствуете себя ну если не наследником то хотя бы продолжателем своего рода и очень вероятно что некоторые из вас также в этом году могут узнать некую тайну которая связана с вашим происхождением или с вашим родом кто-то может начать изучать историю рода искать собственные корни или даже составлять собственное генеалогическое древо ну а еще возможно что историю вашего рода вам может открыть кто-то из вашего старшего поколения в семье у многих дорогие мои в этом году особенно возрастет потребность в уютном доме где можно расслабиться где можно отдохнуть и вам будет очень важно чтобы обстановка в вашем доме была спокойной гармоничной и вот обычно живые и импульсивные стрельцы вы впервые можете задуматься о том как же быстро пролетает жизнь начнете ценить те маленькие радости которые дают вам жизнь которые вы обретаете в собственной семье а еще многие из стрельцов в этом году возможно получат наследство и это наследство может быть дом где-то на берегу реки или у озера вообще этот дом должен быть у воды или вы сами можете решить приобрести или построить этот дом самостоятельно построить то ротовое гнездо которое вы впоследствии сможете передать по наследству своим детям планета серьезных изменений плутон будет находиться в 2019 году в вашем втором доме об этом доме мы уже говорили выше но второй дом это дом денег я напомню вам и там уже находится сатурн таким образом конечно же серьезные перемены этого года окажутся связаны именно с деньгами дорогие стрельцы и некоторые из них они будут для вас весьма весьма положительными вы должны использовать возможности которые вам предоставляет плутон для поиска внутри себя психических энергетических резервов и вот благодаря им вы сможете обнаружить новые источники дохода или дополнительные источники дохода ну а некоторые стрельцы вы даже можете обрести богатство в этом году справедливый плутон он дает каждому то что он заслужил и в 2019 году вы дорогие стрельцы часто будете сталкиваться с ситуациями которые будут требовать от вас финансовых вложений не всегда речь будет идти о собственных деньгах например кто-то из вас может работать в крупном бизнесе и заниматься переспределением финансовых потоков ну или же наоборот вы дорогие стрельцы можете получить какие-то крупные доходы внеплановые например наследство или какие-то ценные бумаги по завещанию а еще вы можете получить временный доступ к чужим деньгам в этом году который который вы сможете распоряжаться вы можете пустить их в оборот для того чтобы например поддержать собственный бизнес но еще раз хочу обратить ваше внимание что эффект плутона он проявляется не немедленно он несколько отложен по времени поэтому в 2019 году вы будете только закладывать основы для вашего будущего богатства восходящий северный лунный узел раху будет в 2019 году находиться в вашем восьмом доме восьмой дом включает в себя информацию о том какие экстремальные ситуации в вашей жизни могут грозить вам как они произойдут ну а помимо того восьмой дом конечно связан со всем что относится к банкам к финансам безналичным счетам к страхованию а также к наследству к бизнесу и сексуальной активности нисходящий южный лунный узел кету займет место во втором доме о котором мы уже очень много говорили второй дом это дом денег и это будет определять для вас основное направление в вашей жизни на 2019 год в 2019 году дорогие стрельцы вы должны меньше заботиться о деньгах вы должны быть просто довольны тем что вы имеете сейчас используйте то что получаете от других людей и научитесь принимать материальную или финансовую поддержку научитесь благодарить быть внимательным к тем людям которые оказывают вам эту поддержку и при этом дорогие стрельцы не забывайте о необходимости уважать чужие взгляды чужие ценности в этом году откройте или хотя бы постарайтесь открыть для себя оккультные науки вы можете начать их изучение чтобы понять в чем же именно состоит смысл нашей жизни и уж поверьте мне он состоит уж точно не в накоплении материальных ценностей и денег а вот чего не следует делать вам в этом году так это не проявляйте скупость не будьте жадными и старайтесь максимально приумножить свое богатство и сохранить его тогда вы точно если вы так будете делать то вы точно это богатство потеряете дорогие стрельцы поэтому не пытайтесь использовать свою внешнюю привлекательность свою харизму для удовлетворения каких-то корыстных интересов но давайте посмотрим и уточним по декадам что же ожидает вас в 2019 году стрельцы рожденные 22 ноября по 1 декабря это информация для вас период с 21 января по 1 июля 2019 года лунное затмение которое состоится 21 января принесет вам вашу жизнь на этот период благополучие и какой-то эмоциональный баланс вы будете чувствовать себя более комфортно более уверенно и вообще в этот период вы должны оставаться просто самим собой дорогие стрельцы также ваши отношения они станут более гармоничными чем обычно в это время это будет очень хорошее время для публичного продвижения себя для рекламы а также для рекламы своих проектов но еще это лунное затмение может принести в вашу жизнь какие-то неожиданные новости неожиданные события которые конечно могут стать причиной вашего волнения и возможно кто-то из вас будет не уверен в своем будущем жизнь может казаться вам в этот период более беспокойной и казаться что она двигается быстрее чем прежде что все время протекает быстрее но я хочу вам сказать что и терпение самообладание если вы будете способны к адаптации самоконтроль вот это те качества которые помогут вам обязательно использовать это затмение и этот период в своих интересах и использовать своих интересах те новые возможности которые вам принесет это затмение период со 2 июля по 25 декабря солнечное затмение которое состоится 2 июля принесет вашу жизнь какие-то изменения и вам возможно придется вносить определенные корректировки в намеченные планы изменять их вы тоже можете испытывать в этот период нервное беспокойство или какое-то взволнованное ожидание потому что какие-то двери в это время для вас будут закрываться дорогие стрельцы но будьте уверены что вместо этих закрытых дверей перед вами откроются новые двери и новые возможности вы должны это знать если вы хотите добиться успеха в это время то вам конечно придется проявить гибкость возможно придется отказаться от каких-то своих убеждений но это солнечное затмение она еще и принесет с собой хорошее состояние здоровья вы будете всегда хорошо чувствовать в этот период также она принесет уважение окружающих улучшение материального положения и это идеальный период для того чтобы насладиться и проводить больше времени со своей семьей со своими друзьями если у вас были какие-то конфликты или ссоры то это прекрасный период чтобы наконец-то поладить достичь компромиссов а еще в этот период вы сможете реализовать все свои мечты именно благодаря вашей усердной работы и темпе и терпению извините период с 7 по 20 июля ретроградной меркурии в трине принесет вашей декаде какие-то неожиданные встречи из вашего прошлого и конечно в этом нет ничего плохого можно время от времени встречаться со старыми друзьями или с вашими бывшими партнерами однако я хочу сказать вам что в это время они могут немного усложнить вашу жизнь также вы можете погружаться на каких-то вещах зависать и вспоминать о своем прошлом погружаться в свое прошлое ностальгировать все новые люди с которыми вы познакомитесь в этот период они могут быть контактами из ваших прошлых жизней и хотя эти две недели они могли бы быть очень хороши для того чтобы погрузиться в наше прошлое поностальгировать но конечно же ретроградный меркурий он всегда принесет больше неприятностей чем выгод тут могут меняться ситуации с вашими деловыми переговорами они например могут зайти при ретроградном меркурий в тупик и вам тоже может не хватать каких-то важных деталей информации еще конечно нужно быть внимательными в это время потому что другая сторона может оказаться не слишком надежный или честный период с 7 по 23 декабря юпитер будет находиться в трине курану 15 декабря и юпитер в трине курану принесет вам счастливые случайности это будут какие-то неожиданные увлекательные происшествия вашей жизни это очень хорошее время чтобы вы наконец-то попробовали что-то непривычное для себя что-то новое и тут конечно диапазон может колебаться это может быть зарубежное приключение у кого-то это будет смена имиджа смена прически ну и сейчас вы можете рисковать вы будете оптимистично настроены и не зря дорогие стрийцы у вас появится дополнительная свобода при поддержке урана вы сами будете готовы раздвинуть свои границы исследовать что-то новое новые территории и особенно это будет хороший транзит для тех стрельцов которые уже чувствовали какое-то время что в вашей жизни наступил некоторый застой и что пора что-то менять если вы уже заметили что-то новое у себя на горизонте и вот это привело к возрастанию вашего беспокойства сейчас прекрасный период вот неожиданные возможности они могут показать вам новый путь подарить вам новые возможности для вашего продвижения вперед стрельцы рожденные со 2 декабря по 11 декабря это информация для вашей декады уже с января 2017 года по март 2021 года дорогие стрельцы в квадрате находится нептун и вот представители вашей декады примерно приблизительно в течение 18 месяцев это конечно зависит от даты вашего рождения вы можете чувствовать себя так как будто бы вы заблудились как будто бы вы потеряли свой путь вы можете начать сомневаться в поставленных вами планах в том чего вы действительно хотите достичь от жизни это нептун и нептун заставит вас блуждать в тумане дорогие стрельцы это конечно может ослабить ваши амбиции у вас может оказаться значительно меньше энергии меньше энтузиазма кого-то возможно это приведет к неуверенности к разочарованию жизни и в этот период возрастает опасность обмана опасности предательства особенно если вам уже давно казалось что ваши отношения они не слишком хороши для того чтобы казаться правдой вам придется найти силы для того чтобы вы могли в это время заглянуть вглубь себя чтобы обрели необходимую уверенность и в этот период вы можете совершать религиозное или духовное паломничество либо просто заняться поисками своего предназначения в этой жизни и наиболее сильно в 2019 году этот транзит нептуна будут ощущать на себе те стрельцы которые родились в период с 5 по 10 декабря с 20 декабря 2018 года по 18 февраля 2019 юпитер принесет вам благополучие и удача тут вы будете полны оптимизма в этот период жизненной энергии и многим из вас возможно будет казаться что вы достойны чего-то большего чем вы имеете на данный момент и поэтому вы будете стремиться испытать все что только возможно у многих появится вера свои духовные в свои физические силы вы будете охотно делиться своей счастливой энергетикой с окружающими а поэтому конечно в этот период вы будете очень легко завязывать новые знакомства новые дружеские отношения ну а кто-то из вас дорогие стрельцы в этот период может отправиться в дальние путешествия или начать изучать другие культуры и это поможет вам расширить свои знания свои горизонты приобрести новые знания 10 апреля юпитер станет ретроградным а это означает что еще раз вы сможете испытать на себе этот счастливый период этого транзита со 2 июня по 16 октября 2019 года период с 1 января по 25 января квадрат юпитера к нектуну и так период со 2 июня по 16 октября юпитер снова подарит вам хорошее время для того чтобы вы расширили свои знания путем например получения высшего образования это очень удачный период вашей жизни однако если вы расслабитесь и захотите просто получать удовольствие дорогие стрельцы то это может привести к тому что вы просто упустите немало хороших возможностей для личного роста ну а другие возможные проблемы с которыми вы можете столкнуться в этот период это жадность это то что кто-то из вас может начать стремиться к роскоши к расточительности коммерческие сделки инвестиции они могут в это время оказаться довольно прибыльными для вас но постарайтесь чтобы ваша самонадеятельность так как юпитер все расширяет не заставила вас влезать в долги период со 2 по 30 июня юпитер снова будет находиться в квадрате к нептуну это время предупреждает вас о том что не нужно быть в это время слишком оптимистичными в действительности ваши материальные ресурсы они вовсе не находятся в полной безопасности как вам это кажется дорогие стрельцы вам следует отказаться от азартных игр на деньги от использования наркотиков и опасайтесь пожалуйста в это время каких-то ложных учителей ложных гуру а также всевозможных сомнительных схем и афер быстрого обогащения период с 5 сентября по 5 октября 21 сентября юпитер снова будет находиться в квадрате к нептуну в третий и последний раз и не удивляйтесь пожалуйста что если вот в этом месяце в течение этого месяца и вы во время этого транзита вы вдруг можете испытывать какие-то чрезмерные подозрения это может быть ревность и вот эта ревность она может доходить до паранойи поэтому в это время слушайте своих близких людей слушайте своих членов семьи следующий период с 13 октября по 30 ноября сатурн будет находиться в секстиле к нептуну 8 ноября и в третий и в последний раз в этот период вы можете присоединиться какой-то группе или вступить в какой-то клуб по интересам с людьми общаться которые разделяют ваши ценности ваше верование сюда могут входить церкви или какие-то религиозные духовные организации а также это могут быть благотворительные учреждения но и конечно это транзит также может быть связан с тем что кто-то из вас найдет для себя новый дом трельцы рожденные с 12 декабря по 21 декабря эта информация для вашей декады с марта 2018 года по март 2019 года уран он находится в трине по отношению к вашей декаде и наверное вы уже испытали очень важные изменения перемены которые уран приносит в вашу жизнь и будет еще приносить три месяца но что особенно приятно уран он позволяет происходить этим изменением без обычных разрушений и вот стимулирование изменений внутреннего возбуждения поможет вам выразить в это время будоражащую сторону своей индивидуальности на личном фронте вас ожидают в это время новые встречи новые какие-то захватывающие отношения и сейчас у вас может появиться много возможностей для знакомства с людьми которые имеют самое разное прошлое самое разное происхождение ну а если вы уже состоите в длительных отношениях то в это время это время когда вы можете вдохнуть в них новую жизнь период с 21 января по 1 июля 2019 года лунное затмение которое произойдет 21 января предупреждает что в ответ на те обстоятельства на те перемены которые будут вашей жизни вам придется внести какие-то изменения или в вашу домашнюю или вашу семейную жизнь в интимных отношениях тоже могут отмечаться колебания настроения какое-то беспокойство и вот чтобы они оставались гармоничными вам нужно проявлять гибкость дорогие стрельцы также это лунное затмение она может принести в жизнь неожиданные события новости которые могут вызвать ваше беспокойство и возможно даже неуверенность по поводу у вашего будущего период с 11 февраля по 10 июня юпитер принесет вам благополучие и удачи в этот период в этот период вы будете полны жизненной энергии оптимизма и вероятно что вам будет казаться что вы достойны большего чем вы имеете на данный момент дорогие стрельцы поэтому вы начнете стремиться испытать все что только возможно в это время у вас появится большая вера в свои физические силы в свои духовные силы и вы будете охотно делиться с окружающими своей счастливой энергетикой поэтому этот период вы будете легко завязывать знакомства легко завязывать дружеские отношения в это время у вас появится много новых друзей и кто-то из вас может отправиться в дальнее путешествие или начнет изучение других культур и так значительно расширить свои горизонты 10 апреля юпитер становится ретроградным а это означает что вы еще раз можете испытать на себе благотворное влияние этого транзита с 10 октября по 5 декабря 16 июля по 25 декабря лунное затмение которое произойдет 16 июля оно окажет на вас какое-то положительное затмение положительное воздействие извините возможно что вы не слишком его почувствуете но она все-таки будет и вот медленно но верно это поможет вам улучшить ситуацию и в вашем доме и в вашей семейной жизни кто-то из вас в этот период может завести для себя полезное знакомство и вот ваши отношения с этим человеком тогда будет основываться на взаимоуважении и на общности ваших интересах но надо сказать о том что это затмение она также будет сильное конфликтное затмение поэтому тут у кого-то возможны кризисы и навязчивое поведение и борьба за власть тоже могут присутствовать в этот период период с 10 октября по 5 декабря юпитер снова подарит вам представителям вашей декады хорошее время для того чтобы вы расширили свои знания например путем новых знаний или получения высшего образования это очень удачный период в вашей жизни дорогие спецы но если вы расслабитесь и будете просто получать удовольствие то вы можете просто упустить очень много хороших возможностей для вашего личного роста и для вашей жизни другие возможные проблемы с которыми вы можете столкнуться в этот период они возможны то это жадность юпитер все расширяет вы можете стать жадными до денег вы можете стремиться к роскоши или расточительности коммерческие сделки инвестиции в это время они могут оказаться довольно прибыльными для вас но постарайтесь чтобы вот ваша самонадеянность не заставила вас в это время влезать в долги дорогие мои ну а теперь любовный гороскоп на 2019 год гармоничное взаимодействие меркурия с ураном и белой луной обещает вам дорогие стрельцы незабываемую новогоднюю ночь тут могут быть завораживающие и яркие знакомства а также мистические события теперь давайте поговорим о благоприятных периодах для любви и отношений в 2019 году и такой период в венера 7 января по 4 февраля будет находиться в вашем знаке дорогие стрельцы а это конечно период когда вы можете встретить любовь но эта любовь будет во многом выдумана это любовь идеал а вам захочется любви простой и искренней вы будете верить что ее можно найти только нужно искать дорогие стрельцы и можете отправиться за этой любовью в путь и что удивительно именно вдали от родных мест вы действительно можете ее в этот период встретить и если вы в этот период начнете отношения то они обязательно принесут вам повышение вашего социального статуса и устойчивое положение в обществе с этого периода может начаться для вас большая любовь на ближайшие 12 лет период с 1 по 26 марта 2019 года венера будет проходить по знаку водолея а это означает что в этот период все знакомства все встречи которые произойдут они будут экстраваганты здесь возможно непредсказуемое развитие сюжета любви сюжета отношений и в это время возможно что кого-то из вас посетит внезапная вспышка любовь с первого взгляда но обычно такие отношения они имеют недолгий срок и очень быстро завершаются период с 9 июня по 3 июля венера будет знаки близнецы и вот это время когда природа полностью просыпается и ваши чувства тоже проснуться если вам не удастся встретить свою любовь этой весной то вы можете ее встретить где-то на учебных курсах или в короткой деловой поездки в это время и тут его величество случай может познакомить вас какой-то очаровательной незнакомкой или романтическим незнакомством незнакомцем извините с 28 июля по 21 августа 2019 венера будет находиться в знаке льва и вот это самое энергетическое самое интенсивное влияние на вашу сферу любви и даже если вы будете очень заняты и у вас на любовь не останется времени то вот в этот период скорее всего что вам не удастся в очередной раз избежать судьбоносной встречи или знакомства период с 14 сентября по 8 октября венера в знаке весы и это время может стать для вас тем временем когда вы наконец-то можете преодолеть свой страх перед длительными отношениями и начать наконец строить уже свое совместное будущее это самый благоприятный период 2019 года если вы хотите создать семью или долгосрочные отношения период с 1 по 26 ноября венера в знаке стрельца и если вы не встретили свою любовь дорогие стрельцы прошедшие зимой то сейчас у вас опять будет шанс встретить ее и начать какие-то перспективные отношения не упускайте этот период не упускайте этот шанс и конечно надо сказать о том что ключевое влияние года транзит урана 100 марта 2019 года и это влияние урана обещает всем вероятность внезапной и яркой любви с первого взгляда но теперь поговорим о напряженных периодах в 2019 году и первый такой период будет с 1 по 26 марта когда венера будет находиться в знаке водолея это период неожиданных знакомств тут могут быть очень чувственные отношения но в эти отношения они не будут долгими они очень разрушительно для вас и поэтому быстро закончатся период с 8 октября по 1 ноября венера в знаке скорпиона это период повышенной конфликтности здесь могут быть какие-то кризис в отношениях и в любви тут могут быть критические отношения поэтому в это время лучше не рекомендуется выяснять какие-то детали или предъявлять повышенные претензии к вашему партнеру тут возможно все вплоть до разрыва отношений поэтому это период когда нужно беречь друг друга период с 14 февраля по 31 марта и с напряженном влиянии это период повышенной конфликтности тут могут быть разные напряженные ситуации и события не поддавайтесь в это время на провокацию конфликтов не слушайте сплетни не верьте слухам и доверяйте в это время своему сердцу прислушивайтесь к своей интуиции о чем еще надо сказать что юпитер 2019 году будет конечно же находиться в вашем знаке дорогие стрельцы и это внесет вашу жизнь и ваше отношение волну оптимизма и позволит вам справиться с любыми накопившимися или новыми проблемами вам в 2019 году предстоит вывести ваши отношения и вашу любовь на новый уровень любите и будьте любимыми и все у вас получится удачи вам в 2019 году